Российский рубль укрепил позиции. Сегодня на торгах в Москве отечественная валюта подорожала относительно иностранной. Американец и европеец потеряли по 3 с лишним рубля. Эксперты назвали причиной таких изменений кратковременный подъем стоимости нефти. Однако на фоне позитивных сообщений бывший министр финансов Алексей Кудрин охладил оптимизм заявлением о выходе российской экономики из кризиса в лучшем случае через два года. И вот на что доллары и евро влияют. Обязательное медицинское страхование. Его бюджет утвердили в прошлом году, делая расчеты из курса 63 рубля за 1 доллар. Уже тогда стало понятно, что расходы явно превзойдут доходы. Так и вышло. Дефицит средств почти 27 миллиардов рублей. Повлияет ли новая валютная реальность на финансирование больниц? Возможен ли отказ в приеме пациентов по полису ОМС? Медицинскую тему продолжает Денис Ионос. 17% супружеских пар в России сталкиваются с диагнозом бесплодия. ЭКО единственный способ решить проблему. 140 тысяч рублей. Такова средняя стоимость процедуры в Омске. Средняя заработная плата в месяц, по официальным данным, которые далеки от действительности, 26 тысяч рублей в месяц. У этой молодой пары таких средств нет, а проблемы с зачатием есть. По показаниям им выдали квоту на ЭКО. В частной клинике процедуру прошли бесплатно. В прошлом году таких пар 60. Выигрыши все. Частные клиники используют оборудование и не теряют доходы. Ведь стоимость им возмещает государство. Государство обеспечивает население медициной, а пациенты получают качественные услуги. Государственный заказ в такой многопрофильной клинике, в которой есть, еще раз повторяю, дорогостоящие оборудования, купленные не за государственные деньги, а за счет частных инвестиций, здания, профессиональные кадры. Он очень даже обоснован. И тарифы одинаковые для государственных и для частных. Собственно говоря, мы имеем тот же госзаказ, который имеют государственные учреждения и выполняем его на тех же самых условиях. Стоимость услуг сердечно-сосудистой хирургии тоже может серьезно ударить по бюджету. От 60 тысяч рублей без учета стоимости стендов и расходных материалов за ангиопластику коронарных артерий. При серьезной ишемической болезни сердца процедура жизненной важности, ведь артерия закупоривается. Лечат это введением в нее стента через прокол под рентген-наблюдением. Виктор Николаевич прошел процедуру стентирования буквально 20 минут назад. Оборудование, инструменты и препараты закупают за рубежом. И если 22 января прошлого года доллар оценивали в 66 рублей, то уже сегодня 86. Кто возмещает разницу? В Омском Минздраве успокаивают. Ежегодно оказание высокотехнологичной медицинской помощи индексируют. И в тариф закладывают заведомо большую сумму, чтобы и покрыть любые риски. Если вы идете в аптеку и покупаете какой-то медикамент, вы покупаете его в рознице. А касаемо медицинских организаций, медицинские организации покупают медикаменты, расходные материалы, как правило, на год и достаточно в огромном количестве. А там в этом случае скидки достигают значительных размеров. Экстренная и неотложная медицинская помощь, диагностика и лечение заболеваний в поликлинике, на дому и в дневном стационаре, диспансеризация. Вот неполный список тех медицинских услуг, которые оказывают населению бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Но дефицит бюджета ОМС почти 27 миллиардов рублей. Неужели список бесплатных услуг сократят или откажут в приеме? И вновь для паники нет причин, утверждают в Омском фунде. Финансирование в Омской области уже прошло в полном объеме. И отказать в приеме никому не могут. Вышли на массовые мероприятия, ни на одном из вас я не вижу масок. С целью профилактики возможного заражения гриппом. Я так полагаю, что вы все закапали в нос, приняли во все входные ворота инфекции профилактические средства, да? Приняли антивирусные препараты. Я прав, да? Язвительные замечания в адрес журналистов говорят лишь об одном. За здоровьем нужно следить и не пренебрегать элементарными правилами. А мы хотим напомнить, что профилактика лучше, чем лечение, особенно сейчас, когда в Омск вернулся свиной грипп. А на следующей неделе обещают потепление, благоприятное для распространения вируса. Денис Онос, Александр Филиппов, Антенна-7.